Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – это «Богатство языка комедии. Символика заглавия комедии». Сегодня на уроке мы выявим образность и афористичность языка комедии, раскроем его основные особенности, проследим мастерство Грибоедова в изображении речевых характеристик героев, определим смысл названия комедии. Ребята, как вы считаете, так ли важен язык произведения? Безусловно, ведь авторский язык – он оттеняет текст, и язык является той самой огранкой, которая так необходима алмазу, сюжету. Давайте попробуем с вами сейчас составить ассоциации. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово «язык»? Посмотрите, ребята, у вас может возникнуть в следующий ассоциативный ряд. Речь, переводчик, жесты, разговор, творчество, богатство и так далее. То есть ассоциации могут быть самыми разнообразными, потому что слово «язык» – это многозначное слово. Язык горе от ума значительно отличается от языка комедии тех лет. Грибоедов противопоставил сентименталистскому эстетизму и чувствительности и классицистской теории трёх штилей принцип народности, реалистической народности. То есть речь героев пьесы – это прежде всего та речь, которую действительно можно было услышать повсюду – в салонах и гостиных, при разъезде на крыльце, на постоялых дворах, в клубах и офицерских собраниях. Речь каждого персонажа – она особенно. Каждый персонаж характеризуется полнее всего тем стилем, при помощи которого он строит свою речь. Например, Лизонька, которая лёгким мотыльком порхает от одного собеседника к другому. Или Соня, Софья, которая строит свою речь, как будто пишет страницу из французского романа. Или Чацкий, который вспыхивает своими тирадами, как оратор, и привлекает к себе людей. Фамусов, у которого приказание тут же соседствует с норовоучениями. Существует такая легенда, что Грибоедов решил первому прочитать свою пьесу Крылову. Крылов был человеком, который не придерживался светских приличей, был достаточно грубым и прямолинейным. Было условие, что Крылов встаёт и уходит тогда, когда ему надоедает чтение. И говорят, что Крылов дослушал Грибоедова до конца, а после встал, обнял его, расцеловал и признал своим преемником. Итак, речевая характеристика литературного персонажа. Герой художественного произведения разговаривает. И особенности его речи – лексика, фразеология, построение предложений, интонации – дают читателю живое представление о нём самом, о его характере, о том, что он делает в пьесе. Если говорить о речевой характеристике, то важно не только понимать прямое значение слов персонажа, но и слушать подтекст и понимать этот подтекст, то есть с кем разговаривает наш персонаж, как он разговаривает и с какой целью. Ребята, мы попробуем с вами заполнить следующую таблицу – речевые характеристики героев комедии «Горе от ума». Нам нужны будут следующие персонажи – это Фамусов, Скалозуб, Молчалин и Чацкий. Сделаем это вместе с вами. Итак, Фамусов. Богатство лексики, очень много просторечных выражений, и в то же время есть слова из политической лексики. Синтаксис и интонация. Назидательность и безапелляционность речи в общении с Чацким и Молчалином, цинизм, прямолинейность и грубость со слугами, вкрачивость и предупредительность. Выводы. Олицетворение косности, невежества века минувшего, защитник и приверженность старого, рьяный противник обновлений и свободомыслия. Ребята, слово «косность» означает отсталость, приверженность к старым привычкам. Скалозуб – военная терминология, слова достаточно грубые, короткие обрывочные фразы, рубленные фразы, интонации категоричные, безапелляционные. Вывод. Ограниченный вояка, который желает уничтожить просвещение и образование. Молчалин. Использует слова с уменьшительно ласкательными суффиксами. Всегда использует подобострастное «с», «слушаю», «с». Мещанско-чиновничий и книжно-сентиментальный стиль речи, подобострастные и излишне любезные интонации, но в разговорах с Лизой проявляется циничность. Вывод. Хитрый и расчетливый обманщик, упорно-коварно идущий к цели, и награждение брать, и весело пожить. Чацкий. Высокая общественная, политическая, возвышенно-романтическая лексика. Наличие риторически-вопросительных, восклицательных конструкций. Ораторские интонации. Экспрессивная аргументация своих суждений. Вывод. Идеолог и пропагандист века нынешнего. Яркий оратор, обличитель рабства, косности и невежества, низкопоклонства. Но его речи нередко обращены к тем, кто его не слушает и не слышит. Пожалуй, «Горе от ума» – это одно из произведений, которое стало чемпионом крылатых фраз и выражений. Зачастую даже сегодня в социальных сетях можно увидеть фразы Грибоедова в качестве статусов. Пожалуй, мы даже не догадываемся, что это слова Александра Сергеевича. Но на самом деле каждый из вас слышал эти фразы и выражения. «Ба! Знакомые все лица! Свежо предание! А верится с трудом! Счастливые часов не наблюдают!» Я думаю, что вы все знакомы, ребята, с этими фразами. Эти крылатые фразы и выражения, они как птицы, разлетелись из родного гнезда. И во многих ситуациях мы их используем, потому что они носят логическую завершенность. Около 60 выражений из комедии «Грибоедова. Горе от ума» попало в сборники крылатых фраз и выражений. Современники писателя очень высоко оценили богатство его языка. Пушкин. О стихах не говорю. Половина должна войти в пословицу. Ему вторит Адаевский. Почти все стихи комедии Грибоедова сделались пословицами. Афоризмы Грибоедова использовались в различных ситуациях. Конечно же, многие писатели позаимствовали эти афоризмы. В качестве примера можно привести такие строки, приведенные Александром Сергеевичем Пушкиным в романе «В письмах». «Здесь мой успех превзошел мои ожидания. Старушки от меня в восхищении. Барыни ко мне так льнут, а потому что патриотки». Известный критик Арест Сомов в «Альманахи. Северные цветы» писал. «Какие современные нравы в нем описаны. Все действующие лица в этом романе взяты, кажется, за два или три поколения. Все они времен Очаковских или покорения Крыма». «Если я расскажу, положим, какой-нибудь выходящий из ряда обыкновенных случаев, я наперед знаю, что вы заметите. «Свежо предание, а верится с трудом». Это строки Куприна из его знаменитого произведения Молох. Грибоедов стал основателем традиции передачи афоризмов. Так продолжалась их жизнь и множилась их слава. Гоголь, Гончаров, Добролюбов, Тургенев, Чехов, Куприн и многие другие озаряли свои произведения светлячками грибоедовской мысли. А теперь, ребята, определим, кому же из персонажей комедии принадлежат следующие высказывания об уме. Как платья, волосы, так и умы короткие. И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних, от пансионов, школ, лицеев, как беших, до от ланкарточных взаимных обучений. Есть люди важные, слыли за дураков, иной по армии, иной плохим поэтам, иной, боюсь назвать, но признана всем светом, особенно в последние года, что стали умны хоть куда. Да умный человек не может быть неплутом. Конечно, нет в нем этого ума, что гений для иных, а для иных чума, который скоро блестяще, скоро опротивит, который свет ругает на повал, чтоб свет о нем хоть что-нибудь сказал. Учение – вот чума, ученость – вот причина, что нынче пуще, чем когда безумных развелось, людей и дел, и мнений. Думаю, вы без труда справились с этим заданием. Итак, первая фраза принадлежит Чацкому, вторая – хлестовой, третья – вновь произнесена Чацким. Следующая фраза – это фраза Репетилова. Выражение Софьи, я думаю, вы узнали без труда. И, конечно же, Фамусов со своим красноречивым отношением к образованию. Грибоедов сказал в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека. И человек этот, разумеется, в противоречии с обществом его окружающим. Обратите, пожалуйста, внимание, ребята, что именно Чацкого Грибоедов называет здравомыслящим человеком, а окружающих его людей, то есть Фамусовское общество, он называет глупцами – 25 глупцов. Таким образом, уже здесь заложено противоречие. Противоречие между двумя противоположными группами. Ребята, как вы думаете, первоначально название пьесы было «Горе уму», а затем оно изменилось на «Горе от ума». Как вы считаете, какая схема отражает каждое из этих словосочетаний? Конечно же, первая схема – это горе уму, то есть горе умному человеку от окружающих его людей. А вторая тема – это горе, которое приносит умный человек окружающим его людям. Итак, когда Грибоедов поменял название своей пьесы, конечно же, он поменял сам смысл. То есть на самом деле Грибоедов хотел доказать – да, Чацкий побежден количеством, он бежит, он не понят и не принят этим обществом. Но и общество напугано таким героем, появлением такого необычного героя. Но когда Грибоедов изменил своё название, он однозначно отдаёт роль победителя Чацкому, то есть горе от ума. Итак, ребята, подведём итоги нашего урока. Язык пьесы является важнейшим средством создания неповторимых образов и нравов общества. Написав произведение «Горе от ума», Грибоедов стал новатором, создал неповторимый язык комедии. Проблематика пьесы и образы, ставшей символическим выражением общественных отношений между людьми начала XIX века, позволяет спроецировать их на наше время, быть интересными современным зрителям и читателям. На следующем уроке, ребята, мы с вами поговорим, как отнеслись к комедии «Горе от ума» Пушкин и Гончаров. До встречи!